Сказала Деви, обращаясь любящей к богам, «Услышав просьбы ваши, я явилась снова. О чем бы попросить не захотелось вам, для блага мира все я выполнить готова». Ответили ей Деви, сохраняя стройный слог, «О мать, царица необъятного пространства, должна ты уничтожить бедствие трех разных лог и рвущихся во власть злодеев-самозванцев». Богам бессмертным Деви молвила, «Наступит час, в течение времен воевосвата Манну, родятся два великих асура, чтоб мучить вас, опять разбередят залеченные раны. Доитив этих, шумхой и не шумхой будут звать, нарушится естественный баланс в природе. Тогда должны вы, не отчаиваясь, твердо знать, приду на землю я, родившись у Яшоды. Живя затем в семье простого Нанды-пастуха, в селении Горном Винтья проведу я детство. Впоследствии я пишут людям время то в стихах и то, каким убью я негодяев средством. Затем в ужасной форме воплощусь я на земле, когда потомки випрочитти будут всех тревожить. Они недолго мир удержат в жесткой ковале, сожрав асуров злобных в раз я уничтожу. А красятся мой рот и зубы в сочный красный цвет, подобно лепесткам цветущего граната. Поэтому пускай зовет меня весь белый свет богиней краснозубы в гимнах и трактатах. Однажды, сотню лет не будет на земле дождей, погубит засуха, бесстрастно, все живое. Вернусь, ответив на молитвенный призыв людей, от сотни глаз моих никто ничто не скроет. На этот раз я не из чрева буду рождена. Имея тонкое космическое тело, земля благодаря ему и будет спасена, когда достигнет напряжения предела. Весь мир я подкреплю, о Девос, в тот суровый век, имеющий много влаги овощами. Сумеет выжить на планете сильный человек, пока не смочит землю первыми дождями. Меня в период этот все стоглазо и нарекут. Шакамбари, любя, дадут мне имя люди. Затем меня и Деви Дургой в шлоках назовут, когда убит Дургама Асур мною будет. Разруху страшную Аруна позже принесет, жестоких пчел Ордою обернувшись. Однако демон хитрый позабудет взять в расчет мое намерение убить его, вернувшись. Об этом, вспоминая, Мунис назовут меня хвалебным громким именем Бхамари. Всегда и всюду жизнь злою буду устранять. Хоть сотни способов найдет оно ударить. Здесь кончается одиннадцатая глава Деви Махатмия под названием «Гибель Шумхи» в Марканде Пуране в период Манно Саварни.